Привет, ребят! Сегодня будет история человека, у которого получилось. Я обожаю всегда такие истории, потому что они вдохновляют, и меня в частности. Очень часто на пути музыканта случается опускание рук, и без этого, к сожалению, никуда не деться. И когда слушаешь такие истории, они вдохновляют на то, чтобы идти и двигаться дальше. И сегодня у нас в гостях Николай Семенов, это ученик Академии, человек, который первый продал песню в нашем магазине, который мы специально сделали для учеников, он называется «Твой хит». И, собственно, я не буду вас томить, сейчас Коля обо всем сам расскажет. И помимо того, что он продал песню в нашем магазине, он еще продал песню звездному артисту. И обо всем сейчас подробнее. Коля, привет! Привет, Олег, привет всем! Ну, во-первых, Коля взорвал наш магазин песен «Твой хит». Это магазин при Академии, который мы специально сделали для учеников. И Коля первый ученик, который продал там песню аж за 104 тысячи рублей. Это была классная какая-то балладная песня, очень прикольная. И, кстати, девушка, которая ее купила, как я слышал, тоже очень хорошо поет. Поэтому ждем релиз. И, Коль, сейчас я тебя буду спрашивать, будешь рассказывать ребятам о своем пути в музыке, как у тебя все получилось. Но я еще слышал, что ты недавно продал песню звездному артисту. Это Татьяна Буланова. И помимо того, что ты написал для нее песню, ты еще умудрился каким-то образом наделать ей аранжировок. Вот сейчас об этом, обо всем будешь рассказывать. И о том, как ты был связан с Академией, и о своем пути в музыку. Поэтому первый тебе вопрос. Когда ты вообще начал заниматься музыкой, и с чего у тебя все началось? Ну, музыкой с самого детства началось заниматься. И по сей день с небольшими какими-то перерывами. Но у нас с другом была и попсовая группа. Естественно, мы сами себе писали все песни, все аранжировки. И один электронный проект, и второй электронный проект. Все достаточно удачно было. Вот. И потом я наткнулся на Академию. И я решил, что надо как-то повышать свой уровень. И приобрел сначала тогда курс Soundwriting по-русски. Прошел его. Потом Академия официально открылась. И я еще приобрел Soundwriting Pro. Вот. Все прошел. Ну, было достаточно интересно. Я, кстати, все время писал именно в электронных стилях попсовых. Но в Академии я научился писать еще и эстрадные песни. А как ты понял, что нужно, в принципе, расширять свой кругозор музыкальный и работать в разных жанрах? Ну, такое было непонимание, на самом деле, до этого, что писать, кому писать и, главное, как предлагать. В общем, что делать надо было? И я подумал, что, ну, ответы есть в Академии. Я предположил. И действительно, многие ответы я нашел и в твоих роликах, которые были еще давние, я все пересмотрел. И дальнейшие ролики уже в рамках Академии. И очень много ответов получил. Ну, ладно. Спасибо большое, Коль. Прямо у нас получается такое рекламное видео. На самом деле, видео не совсем про Академию, видео про тебя. Поэтому расскажи, ты вообще умел играть на пианино или на клавишах? Или ты чистый электронщик? Я чистый электронщик, но просто, наверное, тут уже очень большой опыт. Там с середины 90-х, когда мы только познакомились с первыми компьютерами, синтезаторами и так далее. И вот это просто опыт, скорее всего. Мне кажется, он главную роль играет сейчас. Но ты умеешь нажимать там до мажор, ля минор или ты все мышкой рисуешь? Да, 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 конечно. Не-не-не, конечно, не мышкой. Все нажимаем на клавишах. Вообще ты диджей? Вообще, ну, была такая эпоха у меня, так сказать. Потому что электронные проекты, они все равно ведут диджейинг. Потому что если ты приезжаешь выступать, то, естественно, ты встаешься за диджейский пульт. И поэтому пришлось научиться. Потом еще мы попали тоже с другом в попсовый клуб и начали там играть. А что такое диджейинг в попсовом клубе? Это просто очень колоссальная наслушанность. То есть тысячи треков проходят через тебя. Ты сразу опробируешь их на народе. Что зашло, что не зашло, что хорошо, но чего-то не хватает. А если чего-то не хватает, то можно сделать ремикс. И ты начинаешь делать ремикс, и как бы доработал трек, и вот, и все. И он уже зашел полностью. А ремикс – это аранжировка. То есть это тоже опыт. То есть ты начал чувствовать аудиторию в электронных жанрах. Скажи, пожалуйста, вот сейчас, по прошествию времени, когда ты начал уже заниматься поп-музыкой, у тебя появилось вот это ощущение, чувство аудитории? Ну, да, я стал больше разбираться, что кому надо. Ну, где именно электронная должна быть аранжировка, да, а где, допустим, больше эстрада. Где что-то между, где какие-то элементы берется из одного стиля в другой. То есть это прям я стал чувствовать гораздо лучше. Коля, а как ты придумываешь мелодии? Ты сидишь, прям их выстраиваешь медленно, или ты сам напеваешь? Как у тебя это происходит? Ну, чаще всего сам напеваю. То есть мелодию, я понимаю, о, красивая мелодия, надо запомнить. Ну, конечно, очень часто она не запоминается, если ты там не у компьютера. У меня почему-то не было привычки записывать на диктофон. Сейчас уже появилась, слава богу. И уже потом уже подбираю гармонию. То есть, ну, и бывает наоборот. Сначала гармонию, но все-таки чаще я люблю мелодию сочинить. Именно спеть. То есть ты поешь какую-то мелодию, под нее потом придумываешь уже аккорды. И потом под это ты уже придумываешь все остальное. Там биты какие-то, барабаны, инструментал и так далее. Ну, да, в большинстве случаев, да, так сначала спел мелодию, потом гармонию, и потом анжировку уже делаю. А что касается текстов, ты сам пишешь тексты или тебе кто-то помогает? Тексты я начинал сам, и большинство песен это тексты мои. Но я потом подумал, что надо все равно работать с другими авторами. И вот, кстати, по поводу Булановой, это поработал с автором Ирина Мишина. Ее текст, моя музыка, и аранжировка. Показали Тане, она сказала, да, красиво, я беру. И песня называется «Осень», и она выйдет как раз осенью, естественно, и это будет сингл. То есть она не будет входить. Вот самый частый вопрос всех людей, кто начинает писать песни. Как достучаться до этих артистов? Никто не берет трубки, никто не отвечает нигде. Что делать? Я начинал, на самом деле, как все, но я некоторые моменты еще для себя понял. То есть писать директора, писать на почту, мне это вообще ничего не дало. Я начал писать именно авторам. Ну, в моем случае авторам текстов, у которых уже есть работы со звездами. И вот это сработало. Либо еще есть вариант, есть же агенты по продаже песен. Это тоже работает. Ну, их надо находить, но и в первом, и в втором случае нужно иметь уже крепкий материал. Все-таки это уже с агентами вообще нужно уже с хорошей аранжировкой, с хорошей записью. И иначе это не будет интересно. То есть ты это на себе прочувствовал, что... Да, я это прошел, да. Хорошая демо – это залог успеха. Это то же самое, как прийти, не знаю, в компанию, трудоустраиваться в красивой одежде, с чисто гладковыбритым, с почищенными зубами и так далее. И причем в моем случае я делал просто демо, как я думал. Просто хорошая демо. Но в итоге во всех случаях у меня аранжировки забирали. Ну, я такой думаю, ну, наверное, все-таки на уровне. И вот с Тани Булановой, альбом, который выйдет скоро, он уже записан, там и так получилось, что я как-то, не знаю, случайно, может, показал аранжировки. А, наверное, свои песни я показал еще. И мне предложили, может, попробуешь тогда сделать аранжировки? Ну, я сделал одну, вторую, и о, классно. Это уже было дополнительно, как бы отдельная оплата? Да, это отдельная оплата. Вообще, я всю жизнь топлю, знаешь, за что? Я не знаю, как у них там в Америке, в фильме, но у нас, но у нас вот этот вот узкоколенный врач, который занимается только коленом, и щиколотку он уже не знает, у нас так не работает. У нас работает, когда ты и жнец, и надуде, и грец, и можешь и в аранжировку, можешь и подсвести, можешь и вокал записать на студии, потюнить, потом собрать что-то, можешь и песню. Если нет текстовика, можешь и текстовать. Вот меня это всегда стратегия супер выручала, потому что многие авторы уперлись в какой-то один стиль, и вот они только там работают. Хорошо, когда это выстрелило, какое-то время это покормило. Ну, вот как условно говоря, у нас там вдвоем орлы-вороны, да, там у Фадеева залетели. Все, ко мне посыпались заказы, сделайте нам 50 орлов или воронов. Но потом-то эта волна все равно схлынивает. И получается, что если ты больше в другое не умеешь, то все. То получается, что твой входящий поток, он падает, и ты сидишь без денег. Поэтому я всем авторам всегда говорю, умеете писать электронное, классно, учитесь писать молодежное. Научились молодежное танцевальное, учитесь молодежные медляки. Научились это, учитесь для Баскова. Научились для Баскова, учитесь там для Михайлова. Потому что это все и делает кассу общую, да? Вот согласитесь. Ты бы, если бы не умел делать аранжировки, ну просто не заработал бы еще денег дополнительно. Ну да, получается, я просто вот яркий пример, да, что я научился и то, и другое, и третье. И это просто огромный бонус для меня оказался на сегодняшний день. Поэтому да, всем советую именно скилл поднимать во всех областях. Все верно. Скажи, пожалуйста, по поводу оборудования. Ты не паришься, у тебя что-то простое и функциональное. Так? Да, ну, да, все простое. Как бы медиа-клавиатура. Я пишу в куббейсе. Ну, естественно, плагины любимые, любимые синтезаторы. Но, опять же, у меня достаточно большой опыт, причем у меня еще 10-летний опыт в самом дизайне. Рекламы, компьютерные игры и так далее. И я понял, что мне это помогает сейчас именно в аранжировках. То есть, есть вот полотно уже готово в аранжировке, да. И саунд-дизайн, он как бы расширяет границы творческие. То есть, я начинаю просто раскрашивать уже аранжировку какими-то вот саунд-дизайнерскими штучками. И как бы получается классно. Может, и это сыграло роль, что они, ну, что меня просят аранжировки уже. Хотя я, на самом деле, себя не позиционирую как аранжировщик. Но раз берут, значит, я делаю хорошо. Коль, а скажи, пожалуйста, вот еще такой момент, который интересует слушателей. Я, по крайней мере, на это очень рассчитываю. Стараюсь задавать максимально простые такие общие вопросы. Вот смотри, сколько прошло времени от момента, когда ты занялся сонграйтингом, до момента, когда у тебя пошли уже финансовые результаты. Потому что многие хотят там за месяц, за две недели, за полтора месяца. А я, поскольку не занимаюсь инфо-цыганством, я как-то всегда людей настраиваю на то, что это, в общем, длинный путь. Но это как в любой профессии. Ты должен натренировать свою голову, свой мозг на то, чтобы он это почувствовал. А на это все равно уходит время. Заставить вот эти культяпки двигаться на инструменте – это время. Каждый день эти гаммы, то есть каждый день эти песни, этот сонграйтинг. То есть это путь. Поэтому как это произошло у тебя? Но я в Академию, на самом деле, пришел уже имея опыт, ну и песни. Но, как я уже говорил, они были сугубо электронные. Ну, то есть электронная попса. Но не более того, значит, в Академии я научился писать эстрадные еще песни. И вот я пришел, значит, где-то, я сейчас, кстати, посмотрел, это было 3,5 года назад. Мы тогда только начинали. Да, да, да. И я тебя еще спросил до эфира, помнишь наш первый разговор, потому что это второй. И он был достаточно, с моей стороны, наивный, потому что я говорил, ну, блин, ничего не продал, ничего не продается, у меня вроде классные песни, как я тогда думал, никто не отвечает. И вот, получается, прошло где-то, ну, 3 года, ну да, где-то 3 года. И причем я все эти 3 года работал, 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 сочинял. И вот лед тронулся буквально недавно, причем, можно сказать, по нескольким фронтам сразу. Ну, наверное, так и должно быть. А скажи, пожалуйста, вот ты сейчас, когда продал эти песни, у тебя пошел результат, вот эта эйфория. А ты переслушивал свои те первые песни? Да, на самом деле они, ну, как бы, они неплохие, просто там, наверное, были послабшие аранжировки. Ну, это чисто для меня. Ну, то есть ты сделал какую-то такую работу над ошибками, то есть вот сейчас у тебя уже пошло. То есть, это знаешь, как мне одно время сказал друг, что, типа, вот когда ты купил первую квартиру, у тебя там вторая уже там через год появляется, третья через год, ну, если ты там над этим работаешь, да, то есть такое ощущение, когда ты понял какой-то вот алгоритм, да, и ты начинаешь уже в этом потоке двигаться. Вот интересно, вот эта работа над ошибками, почему тогда не получалось? Ты можешь сейчас ответить? Ну, наверное, не было опыта именно в общении, в предложении своих песен и так далее. Вот сейчас оно появилось, я знаю, что можно, что нельзя, кому писать, как писать и так далее. И, наверное, здесь не работа над ошибками, а скорее развитие. Вот развитие я четко почувствовал. Опять же, повторюсь, я никогда не писал эстраду. Сейчас я, наверное, даже больше пишу эстраду, и мне кажется, что она даже больше получается. Но, с другой стороны, я теперь могу и молодежку, и эстраду, хотя я мог только в одной области писать. То есть вот это помогло. А ты пробовал предлагать молодежи песни? Пробовал, но, как ты и говорил уже очень много раз, они пишут себе сами. И, ну, можно, конечно, продать, но все-таки, мне кажется, эстраду проще в этом плане. Ну да, я тоже так считаю. Вообще, я немножко буду отвлекаться наших зрителей. К сожалению, так получается, что действительно вклиниться именно в молодежный рынок достаточно тяжело. Я не говорю, что это невозможно сделать, здесь вообще нету такого слова. Все возможно, и есть ребята, которые создают целые команды и делают именно на потоке только молодежное. Я просто за то, чтобы вы развивались в разных направлениях. Поэтому не сконцентрируйтесь на чем-то одном, а наоборот расширяйте свои границы. Вы всегда от этого только выиграете. Научились писать песни? Вот как Коля. Начинайте копать аранжировки. Потому что в современном сонграйтинге это все взаимосвязано. Вы берете какой-то звук на синтезаторе. Он вас вовлекает в какую-то историю, в какое-то настроение. Вы начинаете напевать это настроение. Сверху какие-то барабаны. Такие барабаны, они упрощают это настроение. А вот другие барабаны, они наоборот подчеркивают это настроение. Или вы идете от какого-то лупа, который вас опять же вводит в какое-то эмоциональное состояние. Это про это. Просто на пианино писать песни сегодня, это ничего не даст. Все-таки современный сонграйтинг, он завязан на производстве музыки. А производство музыки завязано на сонграйтинге. Это стало единым процессом. Согласись, Коль. Да, конечно, соглашусь. Я говорю, я почувствовал это на себе. Вот прям так все и происходит. Чем больше ты умеешь, тем у тебя гораздо больше шансов пробиться. Коль, ну что, я хочу тебе пожелать удачи. Ты молодец. Более того, ты такой талисман для академии, что ли. У тебя начало получаться и у нас начало получаться. Потому что этот многострадальный магазин песен, он у меня отнял несколько лет жизни. Нам сколько дизайнеров делали дизайн. Сколько раз нас кинули еще, когда Артем был в академии. Сколько мы денег потратили просто впустую, потому что там какой-то плеер не запускался. Что-то там не работало. Это не дорого. Ну, короче, это просто был полный бред, когда я просто хотел орать и сказать, я не хочу никакого магазина, до свидания. Но поскольку я обещал людям этот магазин сделать, и вот он появился, и вот мы его наполнили песнями, и песни там очень достойные. И ты первый, кто прорубил эту дорожку нашу, надеюсь, к успеху. Давай, твое напутствие ребятам, которые смотрят наш канал, что бы ты пожелал тем, кто сегодня смотрит и также хочет повторить твой успех, кто опускает руки и думает, что у меня ничего не получится и так далее. Ну, вот как бы ты сказал самому себе это два года назад? По поводу опускать руки, это, наверное, происходит у всех, у меня тоже это было, и нередко, но я понимал, нет, если я опущу руки, тогда вообще ничего не получится. Поэтому желаю, чтобы никто не опускал руки. Еще на своем опыте скажу, не слушайте никого, если кто-то будет говорить, что там твои песни, это, мягко говоря, так себе. Нельзя это принимать за чистую монету, потому что песня – это всегда дело вкуса. И нужно просто каждый день работать, именно каждый день. И результат он просто будет, не может быть иначе. Надо все время развиваться, все время повышать свой скилл. И, как мы уже неоднократно сказали, во всех областях. Тексты. Просто база. Коля, просто база. Музыка, да. Аранжировка и так далее. И я думаю, тогда все получится. Академия желает, естественно, процветания и магазину в частности. Ну что ж, ребят, вот такая история успеха. Коле еще раз пожелаю удачи. Ну а те из вас, кто не мыслит своей жизнью без музыки и хочет научиться зарабатывать действительно достойные хорошие деньги, приходите на мой абсолютно бесплатный мастер-класс по сунграйтингу. Там порядка двух часов классной информации без воды. Вы уйдете оттуда с полным пониманием вообще, что это за профессия, как там надо быть и что надо делать. Всех жду. До новых встреч. Это Академия сунграйтинга. Меня зовут Олег Шаумаров. И подписывайтесь на мою телегу. Там очень интересно. Все ссылки там. И до сих пор. Продолжение следует. Продолжение следует...